Иногда, наблюдая за своими учениками, когда мы с ними решаем математику, я наблюдаю такую картину. Я даю пример ученику, он на него так смотрит, говорит, оп, это легко. И начинает решать, решает, решает, потом бац, тут что-то, бум-бум-бум, ошибка, тут ошибка. И в результате вообще там какой-то крах, полнейший до ответа точно не дойти. Либо это будет что-то такое, совсем непонятно. Вот я хочу сказать, когда ученик начинает рассуждать такими категориями, типа легко или сложно, в этом очень большая опасность, потому что он уже не начинает искать правильного решения, как решить этот пример, он переходит в совершенно другую категорию рассуждений. Где человек думает, о, это легко, какой он крутой или какой он значительный. Он пытается как-то немножко такое, знаете, самомнение. О, это легко так, и так, высоко так. Это категория утверждения в обществе, положения в обществе, но такие рассуждения, когда решается пример, совершенно неприменимы, совершенно ни к чему не приведут. Ну зачем вот это рассуждение, о, это легко, для чего это говорит, для кого это говорит, что это разве помогает решать? Совершенно нет, более того, это, как правило, мешает, понимаете? То есть вместо того, чтобы рассуждать, как найти решение, мы в эту категорию попадаем, и это совершенно выбивает из колеи. Даже у меня такое бывает, когда мне нужно что-то решить, какой-то, может, примерчик сложный, да? Я думаю, а, это легко. И вот тут мне Бог по носу сразу хлопайсь, и я тупить начинаю, решить совершенно не могу. В этот момент мне Бог как бы дает понять, что мое самомнение надо убрать подальше, чтобы было не самонадеянность, а Богонадеянность в этот момент. Когда я каюсь и исправляюсь, Бог говорит, извини, я все понял, дай мудрости, пожалуйста. И я решаю этот пример. И даже психологически это тоже большая проблема. Это совершенно выводит из нужного русла. То есть вместо того, чтобы говорить, о, это легко для меня, лучше говорить так, лучше искать правильного решения, лучше пользоваться такими категориями, не легко и сложно, а это более стабильное решение, а вот это решение с большей вероятностью ошибки, то есть нестабильное. То есть если я буду решать вот таким образом, то шанс, что я допущу ошибку, очень маленький. То есть скорее всего у меня будет правильный ответ. А если я буду вот так решать, то скорее всего я ошибусь, потому что вот когда я так решаю, у меня очень часто бывают ошибки. Понимаете? Это совсем другая категория рассуждений. Когда мы говорим, о, это легко или сложно, это категория самомнения, утверждения в обществе. А когда я говорю, вот если я буду так решать, это будет стабильное решение. То есть наша-то цель для ученика – это прийти к правильному ответу. То есть у него проблемы какие-то, часто бывают ошибки. Его цель – найти, научиться решать достаточно стабильно. Человек-то все равно ошибается. Но сделать так, постараться, чтобы ошибок было намного-намного меньше, чтобы оценки за контрольные экзамены были выше. Поэтому необходимо свой взгляд, свой взгляд, видение поменять, если у вас такое встречается. Потому что это реально мешает. Стараться решать так и видеть, смотреть, например, так, чтобы твой взор был направлен на поиск стабильного решения, а не на самоутверждение. Понимаете? Вот это то, что я заметил и хотел вам сказать. Потому что это тоже такой психологический момент, который встречается у учеников, который реально очень сильно мешает повысить свой результат. Спасибо.